Как только в нашей семье появился аэропресс, я прям как в рекламе, аэропресс! Ребята, привет! Мы находимся на берегу Атлантического океана в городке Свакапмунд, Намибия. Скажите честно, как часто вы были счастливы кофе, который готовят вам в гостиницах? Или в путешествиях, в палатке, во время какого-то похода? Мы никогда этим не счастливы. Мы для себя решили эту проблему. Сейчас я попытаюсь рассказать вам, как очень быстро приготовить офигенно вкусный кофе в дорожных условиях. Что вам нужно для идеального кофе утром? Вам нужен ручной гриндер. В данном случае это гриндер, один из лучших в мире. Если вы найдете такой, это будет просто замечательно. Делают его японцы компания Porlex. Это очень простая конструкция металлическая, очень надежная. Побывала с нами в пустынях, во всяких яхтенных переходах, в автомобилях. Вот такой простой металлический гриндер. А здесь настраивается помол. В данном случае выставлен помол для Chemex Coffee. В общем, идеальная штука. Стоит порядка 100 евро. Пожалуйста, увидите. Это просто драгоценность. Купите. Вам нужен такой нехитрый прибор, который называется AeroPress. Слава Аллаху и слава гению тому, кто это придумал. Он практически неубиваемый. Это просто пластик какой-то очень качественный, на котором нарисовано количество порций. Вот один, два, три, четыре чашечек, грубо говоря. Но мы всегда с Машей завариваем полную, и нам не хватает. Вам нужен, естественно, кофе. Это, видите, остатки полкилограмма кофе, который мы взяли с собой в Намибию на две недели. Вот осталось буквально на две порции, и мы решили записать это видео. И вам нужны фильтры, бумажные фильтры, которые продаются для аэропресса. Здесь в данном упаковке 300 штук. Это вам хватит почти на год буквально. Ну и то, что идет с аэропрессом, это мешалочка такая и ложечка, дозатор. Почему важна эта ложечка? Я померил, что сюда помещается 60-70 грамм кофе. Смотря, как вы возьмете, с горкой или без. Вот. Этого достаточно, чтобы сделать 4 классных чашки, как эспрессо. Но в данном случае мы эту порцию с Машей выпиваем просто как две чашки кемикса. Вам нужна горячая вода, которая, в принципе, не проблема в путешествиях. На заправочных станциях вы можете включить газовый баллон, бензиновую горелку. Сейчас есть кипятильники от автомобильного прикуривателя. Кипяток в поездках найти гораздо проще, чем хороший кофе. В полевых условиях заваривать кофе в чашку, это значит, что через 5 минут это будет просто холодный cold brew. Мы любим кипяток. Маша вообще пьет такое, что у меня язык ошпаривается сразу. В данном случае это термос, очень хороший, тоже японской фирмы Kinto. Он чем удобный, да? У него здесь можно пить под любым углом, да? То есть со всех сторон вытекает вода в рот или наливается в стакан. То есть не обязательно с какой-то определенной горловинки или чего. То есть вот в таком плане. Ну, начнем, пожалуй. Первый шаг, который нам нужно сделать, это, конечно, помолоть кофе. Да, я использую вот эту лейку для того, чтобы не рассыпать зернышки. Вот так вот я засыпаю кофе в гриндер. Все, теперь ваша задача помолоть. Время помола 70 грамм кофе, это примерно 2-3 минуты. Ну, смотря, как молоть. Можно, конечно, вот так вот. Но я предпочитаю в этот момент рассуждать о планах на этот день, вспоминать прошлый день, составлять маршрут. Не бесполезно, в общем, это время провести, да? Это такая своего рода медитация. Плюс аромат, который исходит из гриндера, от свежемолотого кофе, тоже настраивает вас на этот день. Итак, смотрите, вот кофе смололся. Следующий шаг. Мы берем один бумажный фильтр. Вот так вот он выглядит. Один бумажный фильтр. Откручиваем снизу вот такой вот сито, или как это можно сказать, здесь дырочки. Кладем сюда бумажный фильтр. И прикручиваем на аэропресс обратно. Здесь такая резьба есть. И зажали, хорошенько зажали. Снимаем поршень и высыпаем в аэропресс весь наш смолотый кофе. Есть. Теперь, поскольку у нас получилось так, что термос по горлышку, он чуть-чуть уже, чем... Кстати, вы когда будете подбирать себе термос, попробуйте сразу, чтобы подходило, да, по размеру, чтобы не было необходимости в лейке. Мы взяли эту лейку, которая идет с аэропрессом. Она идеально подходит вот по форме аэропресса. Мы вставляем ее просто в термос. До этого желательно немножко нагреть. Вот. Мы его чуть-чуть кипяточком просто прогреем. Заливаем аэропресс в воду. Вот этот процесс наливания кипятка в помолотый кофе в аэропресс не должен происходить быстро. Это важно, потому что начинается процесс заваривания кофе. Обычно я немножко повторяю движение, как баристы делают с кемиксом, да. То есть я вот так вот по кругу, чтобы равномерно кипяток зашел в этот кофе. Заливаю я по уровень 4. То есть, как я уже вам сказал, мы любим много кофе, поэтому мы заливаем полный аэропресс. Сейчас размешиваю на дне хорошенько кофе, такими плавными движениями, да, тоже, тоже, чтобы не спешить. Уже сейчас кофе варится. И нужно вставить этот поршень и немножко отодвинуть его обратно, да. Что происходит? Здесь образуется вакуум, который держит кофе и не дает ему просочиться через фильтр в термос. И так оставить примерно на полторы-две минутки, чтобы кофе заварился. И последнее, что нам нужно сделать, это продавить, да. Здесь есть воздух. Почему это называется аэропресс? Потому что, по сути дела, поршень давит воздух, который давит заваренный кофе вниз через фильтр в термос. Придерживайте термос для того, чтобы эта вся конструкция не свалилась и весь ваш драгоценный утренний кофе не разлился вам на штаны. И горячий, может, еще и на ноги. Вот это нужно делать тоже медленно, да, чтобы весь этот процесс продавливания был примерно 10-15 секунд. Не торопитесь. Здесь не нужна спешка. Когда этот процесс останавливать, вы услышите такой звук, как спускающийся мячик футбольный или матрас. Все. Мы закончили. Потом эту конструкцию нужно помыть. Наш свежесваренный кофе в термосе, горячий, в сохранности. Закрываем термос. Даем ему настояться еще 1-2 минутки и наслаждаемся вкуснейшим кофе. Для нас, с Машей, мы определили, что это нечто среднее между эспрессо и кемикс кофе. Он более нежный, чем эспрессо. Более деликатный по ароматам. Раскрывает ароматы кофе-зерна, масел кофейных. Но он немножко грубее, чем кемикс получается. Наверное, потому что в дорожных условиях. Тем не менее, это идеальный вариант для путешествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова